Добрый день! Айгуль Кокимбековна, сразу же первый вопрос. Чем занимается совет? Зачем он создан? Для чего он нужен? Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана обозначен как консультативно-экспертный совет, который ведет работу по экспертному аналитическому сопровождению государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства. Само название, конечно, очень длинное и в некоторой степени запутанное. Но говоря кратко, наша задача заключается в том, что мы доносим до экспертного сообщества и дальше уже до более широких слоев. Это основные принципы нашей государственной политики, которая направлена на сохранение в обществе согласия, безусловно, общественного согласия и общественного развития, которое основывается на самых главных принципах нашего общества и государства. Понятно, это государственность, это единство, это общие ценности и общие цели. Поскольку Казахстан является полиэтничным, поликонфессиональным обществом, здесь очень важно найти эти точки соприкосновения. То есть, когда создавалась сама Ассамблея народа Казахстана, стояла задача гармонизации межэтнических отношений. Наш совет был создан в 2009 году, было прямое поручение главы государства. И формулировка была именно такая, что на сегодняшний момент этот вопрос является актуальным. И тема межэтнических отношений является достаточно чувствительной. И она требует особого точного научного подхода. И именно бережно храня ценности, которые у нас есть, мы стараемся рассматривать этот вопрос с разных позиций. И вот еще одна сложность этого вопроса заключается в том, что это междисциплинарная все-таки сфера. И научно-экспертный совет также построен по этому принципу. Мы не можем сказать, что межэтнические отношения может изучать только социология, только история или только политология. На самом деле это на стыке всех этих дисциплин. В основе лежит и этнология, и этнография, и антропология. И в нашем совете как раз собраны эксперты, которые являются специалистами во всех этих социальных направлениях. И плюс есть, конечно, у нас экономисты, поскольку межэтнические отношения, они развиваются не оторвано от общества, государства, экономики, социальной сферы. Она вплетена в тонкую, скажем, полотно этой жизни. И, конечно, когда речь идет о взаимоотношениях между большими социальными группами и отдельными индивидами, мы понимаем, что все-таки этнический состав, вернее, этническая идентичность, она имеет существенное значение в решении этих вопросов. И, конечно же, мы условно, скажем так, нашу работу делим на несколько направлений. Это и исследовательская работа, это и экспертная аналитическая работа, и, конечно, информационная. Но надо сказать, что за эти 10 лет многое изменилось, но не изменилось одно. Не изменился интерес к этой теме, не изменилась актуальность этой темы. Поэтому работа научно-экспертного совета, она всегда требует поиска, она всегда требует обновления. И, конечно же, большой поток информации, который сегодня есть в социальных сетях, который есть в интернете, в средствах массовой информации в целом, он всегда требует критического осмысления. И надо понимать, что вот именно вот эта чувствительность темы, когда человек воспринимает через личную призму, это очень личностная тема, скажем так. И при этом ее эмоциональный накал может вырасти до такой степени, что он захватит огромные массы людей. То есть, и понимая вот вторую сторону этого явления, конечно же, надо с точной выверенностью, как сказал президент в свое время, Султан Абежевич, также и с такой осторожностью стараемся мы подходить к этому вопросу. Как вы сами заметили, в этом году НЭС исполняется 10 лет. Что за это время сделано и есть ли какие-либо результаты? За это время я бы назвала главный результат, что мы смогли объединить экспертное исследовательское сообщество. То есть, когда работа начиналась, мы обнаружили, что у нас как бы есть работа, есть специалисты в этой сфере и интересуются многие, но систематизации как таковой нет. Что было сделано? Были собраны лучшие эксперты и специалисты. Вот сегодня в нашем составе 54 человека, как я уже сказала, вот этих разных направлений. Затем мы собрали большой депозитарий в Национальной академической библиотеке нашей, которая находится здесь, в городе Нур-Султан. И здесь у нас более, сейчас уже порядка, там около, если не ошибаюсь, трех или пяти тысяч экземпляров литературы, которые касаются этой темы. Они есть в электронном формате, есть в открытом доступе, то есть любые исследователи могут пользоваться. Затем были созданы научно-экспертные группы в областях. Сегодня работают таких 17 групп, включая город Астана-Алмата-Шимкент и созданная Туркестанская область. Там тоже работают примерно от 10 до 20 человек. То есть, вы представляете, огромная экспертная группа, около 200 человек по республике, они объединены вокруг этой темы. И это нам дает многое. К примеру, идут новые исследовательские темы. В рамках программы «Рухани Жангару», конечно же, это получило особую актуальность, это получило, скажем, такую новую волну поддержки. Это и Туранжер, это исторические проекты начались, начались экспедиционные какие-то проекты. Это философские культурологические проекты. Это тема языка, языковой идентичности, языковой ситуации в Казахстане. И были написаны работы, которые были посвящены полиэтничному составу отдельных регионов Казахстана. Это, естественно, шла исследовательская работа. Были подняты архивные документы, были проведены научные исследования. И, конечно же, были созданы кафедры Ассамблей народа Казахстана. Уже на базе региональных и наших национальных университетов были созданы кафедры. У нас работает ассоциация кафедры Ассамблей народа Казахстана. Здесь тоже объединились преподаватели. И, конечно же, они несут уже эти идеи, эту работу в студенческую среду. А это очень многое значит, поскольку студенты – это носители наших ценностей, это те, кому мы передаем наши знания и наш опыт. И помимо учебной программы, которую они получают как специалисты, параллельно они могут принимать участие в проектах Ассамблей. И через эту кафедру они уже приобщаются к каким-то общественным делам и гражданскому обществу. То есть это является еще одним таким каналом, еще одним социальным лифтом для молодежи. Затем было уже реализовано несколько проектов на республиканском уровне ежегодно. Мы проводим научные конференции. И вот традиционно сложившаяся практика – это конференция, которая называется «Полиэтничное общество и современное государство». Мы знаем, что каждое государство имеет свою собственную модель полиэтничную. И мы стараемся приглашать экспертов из разных стран и рассматривать разные аспекты. И мы видим, что даже за последние пять лет вопрос этничности и идентичности, конфессиональности, он особо актуален даже для тех стран, которые, казалось бы, для нас уже были сформированы и уже устоялись, скажем, в своих моделях. Ну, та же Германия, Франция всегда вызывает интерес новые независимые государства. И это и страны Юго-Восточной Азии. То есть в целом, когда мы говорим о межэтнических отношениях, мы немножко остаёмся ещё, скажем, в старом формате научных исследований. Сегодня этот формат вышел на уровень поиска идентичности. Это и цивилизационная, это и государственная, и гражданская. А у нас, конечно, стоит задача укрепления гражданской идентичности. То есть мы эти процессы рассматриваем через формирование и укрепление уже казахстанской идентичности на современном этапе. Ну, а тут, конечно, возникают всякие споры, которые касаются того, как нам понимать современную нацию, что за феномен этот этнос, этничность. И потом Казахстан в определённой степени повторяет этническую структуру с нашего евразийского пространства. А сегодня этот состав ещё и меняется с приходом новых этнических групп на территорию Казахстана. Потому что страна открылась, появились новые контакты, новые взаимоотношения, торговля, бизнес, наука, образование. Это всё даёт, скажем, новые толчки для внутреннего развития. Собственно, эти проекты, они сюда входят. И в прошлом году был сформирован такой сводный план научных исследований, который включил и региональный, и республиканский уровень. В целом мы объединили 72 проекта, которые реализуются как целыми исследовательскими группами, так и отдельными учёными. То есть, опять, чтобы правильное было понимание, речь не идёт о том, что мы финансируем все эти проекты. На самом деле мы пользуемся теми же источниками финансирования, которые есть в нашей стране. Это грантовое финансирование, да, это программно-целевое финансирование. Есть гранты Акимов областей, которые, можно, выделяются на конкретную тему. Это есть гранты международных организаций. Ну, собственно, исходя из тех ресурсов, которые есть для учёных и исследователей в нашей стране, мы и реализуем эти проекты. Но самое главное, что за этим стоит? За этим стоит научный интерес. И за этим стоит самое важное, наверное, это всё-таки наши учёные и наши интеллигенции, исследователи, вот это профессорско-преподавательский состав, которые несут свои знания в общество. То есть они не замыкаются в своём кругу. А это площадка ассамблей, которая даёт возможность общаться с этнокультурными объединениями. Мы выходим с лекциями на эти аудитории, мы приезжаем в регион, в область, и там принимают участие и государственные служащие, и неправительственный сектор. Таким образом, мы расширяем вот эти горизонты общения, и в этом, наверное, самый большой плюс и очень хорошая возможность поработать в этом совете. Ну и, конечно же, планы на будущее. Планы, конечно, большие. Здесь у нас каждый раз появляются какие-то новые темы. И у нас есть исследователи, которые, ну, больше 20 лет, может быть, занимаются, да, этой темой. Но при этом она такая неисчерпаемая, благодатная тема, что из одной темы приходят другие темы. Один год у нас был проект, который назывался «История межэтнических межконфессиональных отношений в Казахстане», включая историю наиболее крупных этносов. И мы сделали работы по самым крупным 16 этносам в Казахстане. Сейчас мы хотим написать, ну, скажем, первые 20, потом первые 25, 30, 35, 40. И как бы у нас есть такая задача написать и исследовать именно этнические группы нашего Казахстана. Ведь, как оказалось, мы много говорим о том, что у нас проживает более 100 этнических групп. Но если более приближенно посмотреть, мы очень мало знаем о самих этих этнических группах, об их истории, да, об их появлении на территории Казахстана. Мы знаем какие-то наиболее очевидные факты, но мы не знаем более глубоко и не знаем более уже детально каких-то вещей. Поэтому даже делать сравнительный анализ по разным этническим группам не получается, потому что у каждого своя история, у каждого свое место особое в казахстанском обществе. И, конечно же, у нас вот большая задача появился в прошлом году проект «Ассамблей Казахстану». Это особый проект, и он требует более глубокого понимания и казахской философии, и казахской культуры, и антропологии. Конечно же, история. Но с историей немножко сложнее, потому что она требует тщательного научного исследования, так же, как и антропология тоже. Но когда появляются новые какие-то факты, вот самое важное, чтобы именно ученые, именно исследователи, специалисты в своей сфере могли дать правильную интерпретацию и понимание этих фактов. И когда оно уже уходит в общественный дискурс, он должен идти в, скажем, критическом его осмыслении. Иначе у нас трактуются все факторы по-разному. Соответственно, у нас есть задача и планы на развитие этого проекта «Казахстану», написание истории, охватить как можно больше этнических групп в Казахстане. И, конечно, вот эти постоянные проекты, которые у нас есть, и по языковой ситуации, и по Туан-Жер, по истории полиэтничности региона, и по молодежному направлению есть проекты, связанные с современной идентичностью казахстанской молодежи. И, конечно же, самая большая тема – это наша государственная этнополитика. Все-таки мы все время пытаемся понять и изучаем этот вопрос с изменением экономической ситуации, с изменением политической ситуации, меняется ли политика и в какую сторону, а даже, ну, как бы генеральная, понятная идея, она не меняется, но процессы же все-таки меняются. Меняется этническая структура Казахстана на сегодняшний день. Что будет дальше? Какие меры нужно предпринимать? На что нужно сегодня обратить внимание? То есть эти вопросы, они постоянно у нас идут, и мы над ними работаем. Айгулька Акимбековна, спасибо вам за интервью.